Шумбрат Адой Алгат В Кузоватовском районе на базе Еделевской школы прошло совещание, в котором участвовали районная администрация, региональное министерство образования, директора школ района, представители областной Мордовской национально-культурной автономии. Главным вопросом совещания стало создание условий для увеличения числа детей, изучающих эрзианский язык как свой родной язык, как предмет родной язык. 16 апреля отмечается Всероссийский день мордовских языков. Дата праздника была выбрана в память о мордовском лингвисте, общественном деятеле, профессоре Анатолии Павловиче Рябове. Каждый год в рамках праздного дня родного языка проводится множество разных мероприятий, посвященных этой теме и нацеленных на сохранение мордовских языков. В нашем регионе вот уже несколько лет проводится диктант на мордовских языках. И в этом году он пройдет 19 апреля на 21 площадке Ульяновского, Николаевского, Новомолоклинского, Павловского, Барышского, Индинского, Корсунского района, а также в городе Демитровграде и в Ульяновске. 20 апреля – день памяти Юртова Аксентия Филипповича. В этот день исполняется 106 лет со дня его смерти. Юртов всю свою жизнь посвятил национальному просветительству. Он перевел множество книг на мордовский язык, создал мордовский алфавит на основе русской графики и издал первый мордовский букварь. Имя Юртова связано также с началом изучения такого огромного пласта мордовской культуры, как фольклор. Устное народное творчество живет в веках и передается по наследствам. Однако чуть менее 30 лет назад ирзянский и макшанский фольклор, можно сказать, получил второе рождение в литературной форме. В 1994 году был создан литературный вариант ирзянско-макшанского героического эпоса под названием «Мастер Рава». Его автор – российский филолог, финно-угровед, фольклорист, литературовед Александр Маркович Шаронов. «Мастер Рава» создана на основе древних ирзянских и макшанских мифов, эпических песен и легенд. В книге воспроизводится в поэтической форме история мокши и эрзи, начиная с мифологических времен и заканчивая вхождением Ордвы в состав московского государства. Книга состоит из пяти частей, которые, в свою очередь, складываются из ряда сказаний. Каждая часть отражает отдельный период в жизни народа. Сказания, составившие «Мастер Раву», представляют собой поэмы, написанные на основе фольклорных сюжетов и мотивов. Даже в авторском изложении они сохранили свой народный дух. «Мастер Рава» считается трудом поистине мирового значения, сравнимым, например, с карелло-финской «Калевалой». Действующие лица «Мастер Рава», всего их 77, подразделяются на божества, героев и обычных персонажей. И многие из них знакомы нам по легендам и народным сказкам. Ну, а разобраться, кто есть кто в нашей мордовской мифологии, нам сегодня поможет гость нашей студии, организатор этнографического комплекса «Эрзень-Эремутарка» Мордовской усадьбы села Кивать Наталья Кузьмина. Здравствуйте, Наталья! Шум врачи! Наталья, кто же такая мастер Рава? Мастер Рава – это верховная богиня. Богиня, еще называли ее повелительницей земли мордовской. Мастер Рава означает «мастер» – это земля, «ава» – это мать. Она обладала плодовитостью, дала многим большую жизнь. А кто еще является ключевыми персонажами эрзянского эпоса? Героем мордовского эпоса является самый верховный бог – это Инишки-Пас. Его жена Иди-Мевсь, бог Тюштя, которому мордва очень поклоняется, который каждый год несколько раз приходит к нам на землю, трубит большую торому в трубу и созывает мордовский народ на общину. Когда приезжают к нам гости или когда туда спускаются наши жители села, они совершают временной скачок и попадают в деревню XVII века. Их встречает красивая огромная хороводная поляна, где и жители села, и гости поклоняются и делают обряд поклонения деревьям. То есть они завязывают красивые ленточки, поют песни, водят хороводы. Далее их встречает святой источник с двумя купелями и часовней, где протекает у нас священная вода, очень вкусная и целебная. Далее проходит такая прекрасная улица, это улица мастеров, и на этой улице располагается богатырская застава. В ней проходит очень много игр. Это мордовские игры, это Чюштя наук, Семкат, Вадря Овтенеть, Бег в лаптях на гору, состязания на деревянных мечах, поднятие бревна такого большого. Очень интересно всё это проходит. После богатырской заставы вы попадаете в такое чудное место, как в дом-музей, который располагается у подножья горы. Вас встретит герой мордовского эпоса, это богиня Кудуава и бог Кудуатя. Когда вы заходите в дом, вы видите, что кругом располагаются мордовские утварь. Сбоку располагается мордовская печь, которая функционирует. На этой печи готовятся мордовские блюда. Это пироги каймака пекётся. Готовится мордовская каша. И также ещё вам покажут мастер-класс, как можно приготовить мордовскую окрошку. Также в этом доме проходят мастер-классы по изучению оберегов. И могут вам рассказать о целебных травах и как можно приготовить чудодейственные напитки. Это всё проходит очень красиво, волшебно, с мордовскими напевами, сказаниями. И, можно сказать, ёлкст ещё рассказывают наши жители села в доме, в котором располагается этот музей. Далее, когда выходят с нашего дома музея, они попадают на капище, кереметь по-мордовски. Это сакральное место, волшебное место, где проходят такие обряды, как свадебное сватовство, свадебный обряд, где можно сделать очищение младенца. Встречает всех гостей и жителей села богиня Агни-Патяй, богиня семьи. Рядом располагается богиня Лель, её сестра, где могут молодые люди и наши гости поклониться ей, присесть около неё, и пожелать себе, конечно, удачи, чтобы в семье было очень-очень много деток. Наталья, скажите, пожалуйста, кто является учредителем вашего этнокомплекса? Учредителем мордовского этнокомплекса является администрация муниципального образования Кузоватовский район, а находится этнокомплекс в ведомстве управления культуры Кузоватовского района. Наталья, многие наши зрители видели вас на разных мероприятиях и восхищаются вашим костюмом. Расскажите, пожалуйста, кто создал ваш костюм и кто создаёт вам костюмы для вашего этнографического комплекса? Ежегодно в этнографическом комплексе у нас проходит такой фестиваль, как Масту Равань-Мород. Но Масту Рава, она должна быть богиней божественной, красивой. И наша команда, это команда управления культуры, это работники районного дома культуры, работники сельской клубной системы. Мы собрались и стали, конечно, изучать фольклор мордовский. А ещё я училась в городе Саранске и посещала различные творческие лаборатории, музеи, много читала, потому что мне было интересно знать про свои корни, про свой мордовский костюм. И мы создали вот этот костюм, который сейчас на мне, который, я считаю, очень красивый. Он вышит с золотыми нитями, мордовскими узорами. Вот на голове у меня, например, располагается такой большой головной убор, который называется покшпангу, большой лесной гриб, который мы украсили мордовскими узорами, цветами, лучиками солнца. Вот такой он получился, можно сказать, волшебный, красивый. Потом на мне вот есть такая деталь, это сюлгамо, это оберег, который оберегает женщину от злой силы, от нечистой силы. На мне располагается пулай, еще называют пулагай. Также он расшит мордовскими узорами, золотыми нитями, чтобы все это блестело, как солнце. Передник, это материнство. Красная юбка, такую красную юбку иерезианскую носили только в нашем селе. Каждая женщина на праздник одевала красную юбку. Внизу на юбке всегда вышивалась или подшивалась лента. Называлась она вьюнок, то есть вода. То есть вода, вот, например, женщина выходила в свет, или как я вот выхожу на праздники, на меня же очень много смотрят, а вода умывает эту силу нечистую. То есть весь костюм олицетворяет это оберег, который защищает свой народ, который любит свой народ и, конечно, никогда не даст никакому злу прийти к нам. Наталья, мы сегодня познакомили наших зрителей с нашим мордовским народным эпосом. Скажите, какое значение для вас имеет этот мордовский эпос? Что вы почерпнули из него при создании вашего этнографического комплекса? Когда мы создавали этнографический комплекс, у нас собиралась, опять же, скажу, команда, где мы взяли книгу Масту Рава и стали её изучать. Нам она очень понравилась, так как в ней много сказано о обычаях, о традициях и об эпосе. И тогда мы решили в честь этой богини назвать этнокомплекс, потому что эта богиня, она повелительница Земли, а мы все же выходим из Земли. Мы питаемся из Земли и уходим в Землю. И мы назвали в честь вот этой прекрасной книги свой этнографический комплекс и свой праздник «Масту Рава Мород» – «Песни матери Земли». Спасибо, Наталья, за интересный рассказ. Ну, а я всех хочу пригласить в этнографический комплекс Эльзианири Амутарка, чтобы вы почувствовали традиции, обычаи мордовского народа, а мы вас встретим с любовью. А я всем желаю шум, врачи, здоровья, сюповчи, богатства, вечки, мочи, любви. И, конечно же, мы рекомендуем всем, кто этого ещё не сделал, читайте мордовский народный эпос «Масту Рава». Книга доступна как на эрзианском, на макшанском, так и на русском языке в переводе Александра Шаронова. А сегодня мы прощаемся с вами и напоминаем, что наша программа выходит каждую первую, третью пятницу месяца в 19.40 на канале Уллправде.ТВ. В записи вы можете её посмотреть на сайте Уллправде.РУ. До свидания. Вас Томазанок.